приветствую вас дорогие подписчики гости канала вы на канале андрея сэмова и у нас продолжение нашей эпопеи борьба дрожжей на гфс очки ставим и брагу вот такая хорошая гфс очка прозрачная сладкая очень вкусная и мы ставим вот на таких дрожжях у тебя брошка есть есть да не про твою честь плохо мне надел так ну что ребята продолжение эпопеи предыдущем видео мы ставили вот на таких брожья можете пройти в описании и посмотреть этот ролик использовал две пачки на этот объем здесь 34 килограмма старый ну где-то ну давайте округлим 32 мы ее 32 килограмм гфс налили в эту емкость воды налили до 100 литров и у нас получилась плотность в районе 16 17 делений вот насыпали две пачки сбродила где-то 3-4 дня в ноль но это я говорю до того как прекратилось вообще брожение они когда она уже осветлилась там если еще подождать мне кажется там три-четыре дня она уже осветлилась и ну кто я имею ввиду хочет чтобы осели дрожжи мы так но эти мы проверили отработали хорошо на этот раз мы будем ставить вот на таких дрожжах самогон тоже скину в описании на них эту как она ссылочку где можно приобрести также в описании напишу где можно приобрести вот этот сироп там сироп тоже кстати разный по характеристикам вот можете посмотреть у нас интересует 5 вот 6 килограмм сахара 15-20 литров то есть ну 15-20 ну можно давайте попробуем три пачки вот таких забросим здесь просто до 9 видите килограмм вот но не такие достаточно я скажу мощные эти дрожжи хорошие эти тоже хорошие сахара не у меня сбраживали хорошо есть тоже ролик на канале по браге и по враге по борде как я сбраживал вот на таких дрожжах но все ребят чуть заливаю в нашу емкость да все это развожу и засыпаем наши дрожжи три пачки потому что это не турбо дрожжи мне производитель сказал что там есть у меня в предыдущем вот этом ролике как раз я сказал что это турбо дрожжи но это не турбо дрожжи вот так что ребята можете почитать но работает тоже хорошо и цена приемлемо всем советую так друзья залил я больше половины водички в нашу емкость мы будем сейчас туда выливать сироп на ваши глаза не сказали что я что-то еще все у так выливаем прям туда вот это пушка и мою а это на выброс все сейчас мешаем и запускаем наши дрожжи туда вам приспособа перемешиванию я вам всем уже показывал у меня просто не сейчас замерим сколько у нас по сахару мы тогда замеряли 1617 так на этот раз вот получилось больше сколько 19 20 очка вот видите до 19 получилось послаще вот ну все три пачки сейчас бахнем посмотрим как она все пойдет дело если не выбросить бабах ним еще одну вот как то так так еще что хотел сказать предыдущей серии там у меня все закончилось на том что когда я начал выгонять брагу вот что хотелось бы сказать по запаху по выходу запах вообще получается очень приятный уже спиртовой то есть никак на сахаре вот этот вонючий до спирт сырец а получается прям реально уже чистый хороший аромат уже готова продукта вот по выходу у меня получилось как говорится не спиздеть это двадцатка одна полная и где-то чуть меньше половины получилось второй двадцатки ну то есть давайте грубо возьмем где-то литров 30 сырца блин сейчас честно не скажу сколько спиртуозности в нем там скажу чуть позже замерю но продукт получается очень-очень приятный ребята лучше чем сахар однозначно так что всем рекомендую попробовать гфс но опять же вот как вам сказать она гфс к гфс к рознь кто какую продает у некоторых я видел она есть засахаренная да там внизу она разделяется уже она может быть уже еще и слаще но прикол в том то что что осаживается вы потом фиг ее знает какими дрожжами сможете сбродить понимаете то есть это тоже не больно то хорошо понятно что кодзе вы кинете как у меня друг посмеялся в предыдущем ролике сказал что они человек киня не на избуру это нереально и титан сбродит эти дрожжи которые эти кодзе вот хотя им конечно все можно сбродить ребят а вот по поводу того что благородно сделать себя на самом-то деле эти козе не очень-то и хорошие в плане для продукта они дали сбраживают все речи нет но там и остается у нас большинстве же никто там не сдает на эти анализы там еще на что-то дать то есть как бы я к ним очень самого начала не очень хорошо относился но я понимал что чтобы продукт не потерять который вы поставили что-то добродить до ими всегда можно это я сейчас на данный момент таких отказался и просто купил воронежские там хлебопекарные пусть они может быть бульки их больше понадобится но они сбродят также пусть больше да но зато будет все как бы приятнее на вкус и меньше гадости будет вы поймите чем больше химии тем хуже вот и все почему мы используем эти турбодрожжи любые вот это не турбодрожжи это по химическому составу лучше дрожжи но они могут может быть они будут подольше бродить но они по составу лучшему хлебопекарные используют потому что получается напиток мягкий вкусный и они сами понимаете где применяется в нашей пищевой промышленности турбодрожжи почему мы используем чтобы ускорить процесс примеру кто-то к нам в гости собирается у нас выпить нечего так примеру ставит и быстрее сбродить и чтобы быстрее это все перегнать а тоже ведь там химия она же тоже дает свое какое-то ну не положительное свойство понимаете то есть науку не обманешь она уже давным-давно выдуманная но все ребят что ставим под гидрозатвор засниму когда начнет бродить через сколько скажу ну еще смотрим дальше так ребят ну прошло 20 минут вот уже все начинал начинает тут уже бродить хорошо так ну все у нас от бродила брага где-то примерно 7 дней не знаю почему так долго сначала очень активно она бродила первые три дня а потом вяленько-вяленько но начал он бродит принципе уже потихонечку ну еще есть брожение то есть еще если постоять где-то наверно день к 2 то есть все полностью брожение уже закончится в принципе я замерял уже ноль можно уже перегонять поэтому делаем вывод у нас с теми где-то четыре дня они полностью затихли эти семь ну и плюс день полтора два получается 8 ну 9 дней где-то вот так что тоже в принципе справились только вопрос во времени следующее видео будем заряжать уже другие друзья ничего ничего врагу не сдается наш гордый варяг